Рабочая неделя в Симферополе началась с серьезных автомобильных заторов. На некоторых центральных улицах движение буквально остановилось. Самая серьезная пробка образовалась на улице Севастопольской, от учебного переулка до улицы Обезной. Пробки образовались из-за проведения ремонтных работ, так как работники перекрыли одну полосу трассы. И теперь из-за образовавшихся заторов скорость проезда по центральной улице стала минимальной. По словам водителя, такого еще не было. Например, чтобы добраться от улицы Данилова до Центрального рынка, сегодня нужно полтора, а то и два часа. Из-за этого многие жители опаздывают на работу, учебу и важные встречи. Час туда, час назад, два с половиной часа круг. А мы должны за час проехать. Очень все плачевно. Тяжело работать. Сами видите, люди страдают. Светофоры, это каждая минута. Посмотрите, без конца идут люди. Светофор включен. На сегодня выполнен значительный объем земляных работ. Снято порядка 350 тысяч кубометров земли. Засыпается слой щебня, на который позже будет укладываться асфальт. Дорожники полностью меняют все подземные коммуникации. Ежедневно на стройплощадках задействовано более 100 человек и единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. По словам мэра Симферополя, подрядчик работает быстро и старается уложиться в сроки или даже раньше сдать объекты. Такие работы делают город чище, благоустроеннее. И эта дорога должна служить десятки лет для того, чтобы она основная проездная дорога, которая связывает одну часть города с улицей Севастопольской. Поэтому за нее и взяли все работы. Такие дороги мы подбирали по этому принципу. Либо дублеры, либо основные транспортные магистрали. Кроме Севастопольской, ремонтные работы ведутся на смежных улицах, таких как Кирово, Коммунальная, Обездная и Авиационная. По словам Игоря Лукашева, в кратчайшие сроки будут приняты меры по разгрузке улиц и избежанию больших пробок. Правда, когда закончится ремонт этих дорог, мэр Симферополя не уточнил.